На месте этих развалин был мой трёхэтажный дом, состоящий из 17 комнат. Дом был построен из 28 тысяч камней. С третьего этажа можно было увидеть горящие в шуше огни. Взору открывался прекрасный пейзаж. Но на теперь здесь одни развалины. Кроме песка и кусочков камней ничего не осталось. Гьясле, о котором вспоминается Архан Рустамов, это одно из тысяч населённых пунктов, разрушенных армянами в период 30-летней оккупации. Село, которое до оккупации радовало глаз своими раскидистыми садами и просторными домами, враг довёл до такого состояния, что даже сами жители не узнают его. Воспоминания о селе только прекрасные. Здесь прошло мое детство. Я здесь учился, создал семью. Мои дети здесь пошли в школу. Вспоминать о селе можно бесконечно. К сожалению, здесь не осталось ничего, что напоминало бы о нём. Однако эту ужасную картину в короткие сроки Гьяслы будет отстроен в современном стиле, но с сохранением исторических традиций. Для этого выделено около 400 гектаров территории. Здесь планируется расселить 4972 человека. В целом, в селе планируется построить 1323 частных дома. Житель села Эдалят Юсейнов говорит, что в своей жизни он дважды испытывал горечь. В день оккупации Гьяслы и когда он увидел его развалины. Но и обрадовался дважды – в День Победы и в день, когда президент заложил фундамент села. Нас ждут счастливые дни. Мы с Надеждой смотрим в будущее, ведь у нас есть решительный верховный главнокомандующий. Очень скоро он превратит Ахдам, в том числе Гьяслы, в цветущий сад. Мы гордимся этим. Думаю, что вскоре восстановится былая красота и слава нашего села. Будут созданы условия для обеспечения занятости населения Гьяслы. Здесь построят центры культуры и развлечений, будут функционировать объекты обслуживания и общественного питания. Также будет развиваться аграрная отрасль.